До речи, гетые бюреты бойцам АМАПа не выдаются автоматично при поступлении на службу. Право ношения головного убора треба заслужить, а для гетога вытримать тяжкий испыт на силу, выносливость и проверку характера. Усе гетые якости выявляются подчас марш-китка, после которого претендент сдаёт нормативы по огневой подрихтовцы и змагается в рукопашных сутычках. При гетым трое его соперников изменяют один другого. Изначально было заложено в марше дать большую нагрузку физическую, чтобы именно прочувствовать, как они смогут ли дальше выполняться. Морально-волевые качества, даже не физическая подготовка, больше морально-волевые, потому что физическая подготовка бойца ОМОН должна быть на уровне, на высоком уровне, а морально-волевые вырабатываются именно на таких занятиях. Неодзивно, что с десятка претендентов черный бюрет отримливают одинки. Означаются сопрацовники АМАП не только в учениях, а и в реальных умовах. Недавний приклад – здарение в Светлогорске, когда ОМАПовцам пришлось брать штурмом в квартиру наркомана, который учил погром и подпал. При этом бойцы спускались с даха на альпинистских тросах и вырувались в окно. На угол риска – неотъемная часть их работы. Достатково узгадать випадок давних годов. В 1993 году двое сотрудников роты спецпризначения загинули при затримании у Збройного злочинца, который открыл стрельбу на улице Гомеля. Пожелать самое главное – крепкого здоровья, оперативно-боевой удачи, и чтобы количество выходов на службу было равно количеству их и возвращения со службы.